Приветствую вас в очередном уроке видеокурса анимация с нуля в adobe h-animate меня зовут федор васильев и мы продолжаем с вами делать мини сайт и в этом уроке мы начнем делать с вами смена контента по нажатию на кнопки и первое что я предлагаю сделать так по нажатию кнопки на курс 2 у нас закрывался контент который первоначально мы представляем на странице и появлялся контент новый который относится к кнопке 2 то есть курсу 2 да итак давайте начнем первое что мы находим символ кнопка 2 кликаем напротив нее open actions у нас уже выбраны с вами два события mouse out mouse over так как мы будем делать смену контента по клику да то выбираем плюсик и убираем клик и нам нужно закрыть контент у нас помните мы создавали видео и текст который находится здесь это у нас все в одном символе давайте зайдем видео и как нам его закрыть мы просто скажем стоп на нулевой кадр и у нас должно здесь все закрыться до выходим из символа заходим в кнопку 2 клик playback стоп стейч и выбираем видео на двойным кликом и не забываем стоп в скобках ставить 0 на нулевой кадр стоп и уже можно смотреть контент и все ли у нас получилось итак смотрим я кликаю по кнопки курс 2 видно что наш контент скрылся да так теперь нам нужно чтобы у нас вот здесь что-то произошло нам нужно также чтобы этот текст скрылся и наш блок вновь проигрался да вот как в примере если я кликаю кнопку раз два нижний блок заново играет и заново появляется другой текст относящийся к этому контенту да также возвращаясь на первую опять играет первый контент так давайте займемся этим блоком и так нижний блок да он у нас footer заходим символ и здесь самом начале нам нужно поставить лейбл я от балды ставлю 15 то есть отсюда скажем про игра еще раз выходим из символа заходим в кнопку 2 выбираем событие клик и дальше playback play stage и footer два раза клик уже по обычному сценарию и контур энтер смотрим как у нас все сработало и так смотрим кликаю и нижний блок у нас тоже поиграл теперь нам осталось отключить вот этот текст от первого контента до который относится курс 1 мы его назвали footer текст заходим символ и здесь такая же ситуация мы можем просто отправить его на 0 до опять кнопка 2 событие клик ниже ставим что моргал курсор playback стоп стейч и footer текст ставим 0 у нас это действие готово то есть по кликаю на вторую кнопку отключается полностью контент и прежде чем мы сделаем новый контент для 2 кнопки нам нужно сделать так что если человек вдруг все таки еще раз возвращается и хочет кликнуть опять на курс 1 нам нужно на этой кнопке сказать чтобы он проиграл свой же контент да поэтому мы выделяем кнопку 1 заходим в action и тоже выбираем событие клик playback play stage видео play давайте попробуем с нулевого кадра чтобы он проиграл без лейбла посмотрим получится или нет контур enter и у нас действительно получилось мы можем сразу это увидеть если просто еще раз кликнем на первую кнопку видеть нас перезагружается вот этот контент смотрите вот он мы сказали ей подгружать этот контент да он и подгружается осталось нам также поработать с нижнюю частью сейчас это сделаем кликаем вот на второй курс у нас все также нормально закрывается до кликом на 1 подгрузился первый контент все работает так первой кнопки мы также говорим играть нижний блок и играть этот текст да здесь уже думаю вам достаточно все просто будет также напротив кнопки 1 кликаем событие клик playback play stage у нас футер это футер также ставим здесь ноль и сразу же playback play stage и футер текст и все то же самое ноль играть с нулевого кадра до закрываем и смотрим и у нас все сами замечательно проигрывается теперь подгружается весь контент видно да кликаем на вторую кнопку все закрылось опять на первую все проиграл все замечательно давайте теперь повесим контент на вторую кнопку думаю здесь уже у вас будет все вам попроще потому что мы делаем практически то же самое да мы с вами создаем опять контейнер для второго видео также можете зайти в первое видео кликнуть по ректэнглу подглядеть размеры 337 на 225 двигаем наш контейнер заключаем его в символ и называем его видео 2 до для удобства вы вставляете свое видео я сейчас на примере вставлю просто тот же код что у нас используется и в первом видео вы сами там уже смотрите либо ты для тренировки просто продублируйте либо вставляете что-то другое до захожу в символ видео 2 также захожу по символу вот здесь вот фигурных скобочках open action также да по плюсику первый пункт убираю вставляю и давайте здесь у нас тоже rectangle давайте здесь изменим какое-нибудь название rectangle 2 и здесь тоже изменим rectangle 2 что касается появления также здесь значит в начале мы делаем of отступаем чуть-чуть он и он у нас появится из прозрачного просто проявится так и в конце у нас тут стоп и и какой-то текст берем текст я вешаю свой надо убавить размер что-нибудь такое пока оставлю с текстом то же самое на 0 его of здесь он отключаем анимацию немножко его вниз он у нас как бы поднимется вверх и также мы ему сделаем из прозрачного вот таким вот образом так как это вторая страница нельзя чтобы он подгружить подгрузился при загрузке страницы да нам нужно сделать здесь так чтобы он подгружался только по нажатию кнопки ведь все таки это же у нас контент для второй кнопки поэтому в самом начале мы ставим стоп мы ставим стоп и ставим здесь лейбл например 16 поставлю вот и давайте попробуем сказать чтобы он проиграл по нажатию кнопки да для начала мы проверим что у нас на этом этапе все нормально контур enter у нас видео не появляется здесь все чисто потому что мы поставили стоп да выходим из символа выделяем нашу вторую кнопку заходим в open action событие клик playback play stage и видео 2 да да и здесь мы пишем 16 16 лейбл начни играть смотрим что у нас в браузере у нас подгрузился только здесь надо подправить плеер да вот и видите у нас еще стоит здесь потому что мы его не сказали ему закрыться да вот давайте подправим второй текст здесь просто можем сменить шрифт когда вы двигаете не забудьте отключить анимацию вот более-менее текст встал и плеер у нас нормально тут выглядит теперь мы анимируем нижнюю часть идем кнопка 2 событие клик playback play stage и нам надо чтобы он футер проиграл с нуля все нижний блок мы задействовали теперь нам нужно создать сюда другой текст также берем новый текст напишем просто для примера чтобы видно было разницу просто видео сделаем белым сделаем его крупнее вот я оставлю тут просто один текст просто для примера конвектирую сразу в символ пишу футер футер текст два окей захожу так сразу футер текст делаю ниже футер сразу после футер просто текст захожу футер текст 2 вначале ставим стоп все как обычно сразу of также нам теперь нужно время и до когда выезжает наш нижний блок я его забыл заходим футер футер текст 2 и примерно здесь мы включаем отключаем пока анимации у нас текст снизу выезжает включаем анимацию а теперь только у нас цвет текст двигается и из прозрачного вот таким вот образом в конце ставим стоп вначале ставим триггер произвольное число выходим из символа кнопка 2 событие клик playback play stage и футер текст 2 здесь ставим 17 counter enter и смотрим что получилось и вот смотрим если я кликаю на кнопку 2 на все работает но если я еще раз не кликаю у нас не срабатывает клику еще раз и срабатывает еще раз не работает а кнопка должна всегда выдавать этот материал сейчас я вам расскажу что за нюанс заходим видео 2 когда вы ставите такие лейблы старайтесь что галочка этого лейбла не была именно точно напротив триггера где у нас стоит стоп это происходит из-за этого старайтесь чтобы она немножко была в стороне чтобы напротив вот этой галочки ничего не стояло никаких триггеров с значением стоп то есть мы двигаем лейбл чуть дальше видео и футер 2 вот таким вот образом чуть-чуть отступаем чтобы только он не был над стопом и контур enter кликаем на кнопку 2 еще раз два еще раз два и видите да теперь у нас всегда отрабатывает как надо вот такой нюанс может у вас случиться и теперь надо на кнопку 1 сделал так чтобы это все дело отключалось да потому что если я сейчас нажму у нас контент налазит на контент так поэтому мы идем в кнопка 1 заходим в action выбираем клик play back стоп стейч выбираем здесь видео 2 скобка ставим 0 опять же здесь play back стоп стейч футер текст также ноль и контур enter и смотрим у нас с вами все прекрасно работает на второй кнопке у нас отображается один контент на первой кнопке выражается другой контента здесь все прекрасно работает я думаю что вы должны понимать кнопка 2 по одному клику она отключает весь контент который находится в начале и плюс она подключает новый контент соответственно если я жму на первую кнопку она отключает этот контент и воспроизводит свой первый контент здесь все просто и у нас осталась последняя кнопка контакты давайте здесь разместим у меня в примере просто влазит email телефон тут контакты давайте то же самое сделаем то есть этой кнопки мы должны сказать отключить контент этой кнопки и контент этой кнопки соответственно да выделяем третью кнопку заходим в open actions выбираем событие клик и пишем для обеих кнопок стоп да play back стоп стейч и давайте с самого начала начать включаем и сначала видео дальше стоп стейч видео 2 0 ставим до play back стоп у нас еще есть футер текст также ставим 0 и нам надо включить а нижний блок чтобы он тоже выезжал да здесь play back play стейч футер здесь попробуем 0 и контур enter и у нас все прекрасно отработал я жму на контакты и весь контент пропадает то есть на какую бы кнопку не жал но при нажатии потом на контакты мы делаем все правильно ну и все нам осталось здесь разместить контакты да значит берем текст где-нибудь вот так размещаем пишем mail я написал значит mail создаем еще один текст вот здесь внизу у нас написано контакты у нас это дело там зеленого цвета большего размера также покрутим и это все дело можно в один символ выделяем оба текста конверт символ текст 3 и его давайте ниже разместим и также заходим него здесь есть небольшой нюанс смотрите по сути текст который mail смотрите он как бы накладывается вот на наше видео видно сзади да у нас идет контейнер под видео если мы здесь даже сделаем ему of он отключается визуально вот этот текст но он все равно там лежит как слой даже из нас несмотря на то что он ниже находится видео может произойти такой глюк что вы просто вот она play на видео посередине туда красная кнопка вы не сможете нажать на нее она будет как будто недоступна этому преграды вот такие слои как например сейчас вот тексты у нас mail да здесь можно сделать так в начальном кадре берем триггер и ставим не стоп а хайд хайд это мы его скрываем то есть совсем не просто визуально совсем его там нет нажимаем хайд то есть скрыть тексты 3 можете либо целиком текст либо выбрать здесь определенный текст да но в данном случае можно выбрать весь все закрываем смотрите немножко отступаем и ставим стоп почему так чтобы был хайд а дальше сразу стоп ничего не проиграл еще немножко отступаем чтобы этот хайд разблокировать нам нужно нажать хайд и шоу шоу показать вот таким вот образом и вот уже напротив шоу 3 триггера можно поставить какой-нибудь лейбл то есть мы скажем по нажатию кнопки контакта играя этот текст да и уже отсюда мы здесь его включаем надеюсь вам это понятно ставим анимацию выбираем сначала первый текст он у нас про и проявляется изнутри да тогда сначала анимацию отключаем ставим здесь transform 0 теперь только включаем анимацию и transform 100 вот и тут у меня эффект наложен выбирайте тут эффект оставлю такой в конце также можно стоп даже нужно и давайте активируем наш контакты до нижнее слово тоже самом начале его of здесь он и у нас он немножко выезжает все то же самое и и от прозрачного смотрим вот таким образом так и теперь давайте включим на третью кнопку чтобы это все заработал до лейбл у меня 18 выхожу символа кнопка 3 по клику playback play стейч текст 3 у нас тут и здесь пишем лейбл 18 давайте контур enter и посмотрим что у нас получилось нажимая контакты у нас в принципе все нормально только я забыл указать что вот этому слову контакты нужно выезжать в определенное время а иначе он появляется слишком рано и потом нам нужно эти кнопки будет повесить на курс 1 и курс 2 повесить стоп на третью иначе опять контент будет весь тут сливаться да заходим в символ текст 3 здесь определяем время у нас она была вот такое и нашему нижнему тексту анимацию двигаем вот так вот соответственно стоп надо передвинуть до конца анимации иначе стоп сработает рано все здесь у нас готово выходим из символа и нам осталось повесить запреты то есть стопы на вот эти кнопки до значит у нас там только на контактах работает один символ мы все заключили текст 3d поэтому заходим кнопка 2 свойства клик playback стоп стейч и текст 3 и не забываем ставить нолик так идем кнопка 1 также по клику playback стоп стейч текст 3 ноль давайте контр-энтер и посмотрим все ли мы правильно сделали и что может у нас еще не работать и у нас с вами все получилось так первая вторая контент все правильно так третья и так кликом по второй контент скрылся от контактов так опять контакты и если мы жмем на первую кнопку все работает вот обратите внимание мы все с вами сделали да соответственно чем больше кнопок в эту сделать тем больше и сложнее будет работа до каждой кнопки надо будет ставить запрет на все кнопки то есть стоп на все кнопки и соответственно play на тот контент который предназначен данной кнопки да вот такие дела я вас поздравляю мы практически подошли к финишной черте у нас с вами осталось выложить сайт в интернет в следующем уроке об этом поговорим и осталось еще два немаловажных момента сайт у нас делается который мы делаем сейчас с вами по последним технологиям html5 мы не используем никакого флеш и старые браузеры могут не поддерживать html5 и у вас например не будет работать анимация это браузер может быть интернет-эксплорер 6 и есть здесь предусмотрено в программе для таких браузеров сделать как бы предупреждение чтобы люди видели действительно какая-то ошибка они просто что-то не работает и они в недоумении не будет понимать что такое сайтом тут кнопочки не кликаются или еще что-то да то есть мы подготовим конкретный текст для таких браузеров и этот текст будет показываться только тогда когда человек действительно зашел с устаревшего браузера да и это может быть например текст такой ваш браузер устарел сайт работает некорректно здесь любой текст произвольный но только чтобы человек понял да что происходит и можно прямо здесь большими красными буквами над нашим сайтом написать такой текст и так для этого мы выделяем кликаем прям по стейч чтобы он был активен и у нас здесь есть вот такие параметры постер ноу постер имидж то есть нет сейчас постера и маленькая иконка фотоаппарата есть мы кликаем то программа сфотографирует формате png тот вид который у нас сейчас есть то есть человеку будет показываться на устаревшем браузере вот эта картинка который мы подготовим и на той картинке можно будет наложить текст также картинку можно не обязательно фотографировать сам сайт можно подготовить какую-нибудь картиночку там я не знаю фотошопе ну сейчас для пример давайте попробуем сделать снимок вот этого нашего сайта да кликаем по иконочке фотоаппарата всплывающем окне жмем вот эту кнопочку и у нас сейчас программа сняла снимок и мы нажимаем нижнюю кнопку edit то есть редактировать вот этот вот стейч потом мы нажимаем на кнопку insert и наша фотография вставилась то есть сейчас мы имеем именно вот здесь видно да а постер и имидж то есть это просто картиночка вы можете сюда перенести любую заготовленную можете красивую там картинку поместите там ваш браузера не поддерживает анимацию html5 или что-то в таком духе то есть подготовить картинку именно для таких браузеров то есть ее нигде не будет видно ее будет видно только здесь вот смотрите что мы здесь еще можем сделать вот здесь видно путь что мы находимся в стейч косая черта и down level да то есть мы находимся в режиме редактирования данные вот такой вот картиночки для устоявших браузеров смотрите что мы можем здесь сделать вот где линк мы на эту картинку можно повесить любую ссылку то есть человек по клику по этой картинке перейдет на ту ссылку которого здесь укажите и где она будет self-net window то есть как откроется эта ссылка это чтобы вы знали вот выше имидж вот у нас как раз постер png да и рядом кнопочка стрелочки если мы кликаем мы сможем отсюда вот выбрать любую фотографию вот это у нас поле это у нас вот здесь имидж то есть вы можете вот здесь по плюсику со своего компьютера закинуть туда готовую фотографию а вот здесь ее выбрать место этой думаю это понятно и давайте напишем текст опять же обратите внимание не обязательно делать постер можете просто вот на белом встрече взять написать текст понимаете да сразу появляются настройки для текста также можно выровнять по центру то есть здесь уже вы сами смотрите либо просто текст либо можете где-нибудь вот так разместить на ваше усмотрение и все то есть этот момент у нас готов все с этим мы закончили и остается у нас еще один важный момент при ла удар что это такое вы наверное может быть уже видели на сайтах перед тем как сайт загрузился бежит какая-то линия загрузки или крутится колесико или бегут цифры это так называемый при ла удар то есть обычно их вешают на тяжелые сайты их вешали на флэш сайты когда флэш был популярен и также html5 анимация надо далеко не из легких если у вас сайт большой тяжелый то нужно повесить при ла удар значит опять же выделяем стейч и у нас вот здесь есть при ла удар и рядом кнопочка edit правка до кликаем по ней и нажимаем вот этот вон insert при ла удар и программу по умолчанию нам предлагает вот такие виды при ла ударов несколько штук можете кликнуть по нему и он окажется здесь это стандартный при ла удар давайте попробуем его какой-нибудь разместить например давайте вот этот круговой выделяем его и кликаем insert он у нас встал здесь давайте контур энтер посмотрим увидим мы его или нет итак я обновляю страницу смотрим в центр видите то есть до загрузки он немножко появляется еще раз вот он понятно да когда он появляется но мне не нравятся эти стандартные при ла удары и я вам в папке с уроком предлагаю целую коллекцию при ла ударов на выбор разных размеров 128 на 128 64 32 и так далее найдете посмотрите заходите в папочку у вас будут такие папки при ла удар 7 и вам нужен при ла удар гиф вы можете его открыть и посмотреть вот видите как он выглядит да вот вот хотите такой что был при ла удар предзагрузка то просто перетягивайте сейчас я вам покажу как например вот покажу еще какой-нибудь вот такой вот например видите да есть круговые то есть очень интересно есть при ла удары нравится берем и просто на встречку перетаскиваем только именно вот смотрите где вот здесь путь стейдж при ла удар да именно надо сюда разместить и здесь где-нибудь размещаете здесь все все просто и также здесь есть поле для вставки урла а на этом я заканчиваю данный урок и увидимся в следующем а